Мамочка приехала к Марку Яковлевичу Гальперину на консультацию, да, мамуль? Да. Сейчас придет наш доктор. Ну, объем движения есть? Да. Ничего не будем делать? Ну, нам надо, чтобы она ломалась. Нет. Нет. Ну, то есть остаемся на таблетках. На таблетках. По рукам, мамуль, на таблетках. Плюс ей нужно делать упражнения. Вот, на подъем. Вот, Галина Санна, каждое утро около стеночки. Она не может стоять, понимаете, Марки? А если мы ее на стуле подвезем к стенке? Ну, вот можно попробовать. Галина Санна, сейчас я секунду. Мы же можем, мы же можем, мы же можем вот так вот. Да, да, так можем. А покажите, что надо делать. Галина Санна, вот так пальчиками поспеть. О, о. Выше, 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 выше. Оп, все, очень. Нет, могу, могу, могу. Могу, да? Конечно, еще как могу. Вот, видите. Если вы меня еще поселите у себя, то точно сможете. Марки, сейчас наш дом открыть для вас полностью. Да, это вы Марине Иринишне расскажите. Теперь смотрите, давайте развернемся в другую сторону. Ага. То же самое для другой рыбки. Мамуль, ты, грубо говоря, подмышкой должна прижаться к стене. Так высоко ты должна поднимать руку. Достаточно, это 170 градусов. Это вполне адекватно. А кто там с ней все время? Вот Валя наша. Она с ней? Да, и Наташа. Валя, Валя. Ну, Валя, она же... Ты с ней ешься или плачешь? Смотри, может быть, даже ей надо класть какой-то горячий компресс перед этим, чтобы разогреть это место. А потом вот делать вот такие вещи. Где-то раз 30-40 на каждое плечо. Япич, а по пояснице вы сейчас сделаете укол? Да, по пояснице. Сейчас мы откроем карточку на нее, да? По пояснице сейчас укол будет, а рукой будешь заниматься сама. Никакого тебе облегчения не будет у руки. Хорошо. Сама. Надмила, будем заниматься коленосом Александровна. Вот, тем словом, на столе у доктора Гайперина лежит моя мама. Да. Будет сделан укол куда, Марфин? Значит, у нее сегодня немножко другая проблема. У нее обычно болят сокраилии, крестово-поддушные суставы, а сейчас у нее на лицо вылезла... Другая проблема. Другая проблема. Можно сказать, когда я смотрю на позвоночник моей мамы, я вообще не знаю, как можно жить, у нее практически нет дисков. Мало того, что у нее нет дисков, смотрите, видите, значит, вот, скажем так, здесь нету диска, но нижняя часть четвертого позвонка и верхняя часть пятого позвонка, они параллельны друг другу. Здесь у нее начинается сколиоз, видите, вот оно заведет сюда. Это упало, крючок вырос, а тут нет. И учитывая, что организм не хочет с этим справляться, то он здесь сам сделал, ну, срастил... Костное соединение. Да, вот один шип, вот другой, вот они срослись для того, чтобы стабилизировать этот кусок. Вот просто шипов не должно быть в принципе, здесь должно быть ровно. Вот тут вот ровно, а вот тут, видите, ну а шипов. Здесь вот есть шип, вот он вырос. Вот тоже не радостно, но гораздо лучше. А здесь именно этот позвоночник сделала для того, чтобы скомпенсировать вот этот вот сколиоз. У нее дегенеративный сколиоз. Даже видно, вот очистые отростки. Дегенеративный, то есть из-за того, что... Возраст. Восемьдесят девять лет. Калина Александровна, ты всего на год младше моей мамы. Мамуль, слышишь, ты всего на год младше мамы Марка Яковлевича. Бежит моя мамочка с накрашенными губами, Марк Яковлевич, чтобы вы понимали. Она же ко мне приехала? Опа, да. Вот иголку ставить, доктор, приехал, Марк Яковлевич. Ну да, она же ко мне приехала, как она? Да, да. Она же, значит, прическу сделала, она... Мы не губы, губы, а как она? Брошь одеть. Ну а как она вообще? Моя мама, мы в прошлом году были, вот к ней приезжали на день рождения. Она еле ходит, она ходит с ходунком. Значит, мы ее взяли в ресторан, и уже было достаточно тепло там в Вашингтоне, ну где-то градусов, может быть, 10. Надела норковую шубу, которую я привезла с собой из России, и говорит, я сегодня выгуливаю шубу. Вот такая у нас добрая атмосфера. Покажите, пожалуйста, мне иглу, чтобы я размер иглу показала. Она длинная, но тонкая. А вот не видно, не видно, Марк Яковлевич. Вот сейчас более... Это иголка 24 гейджи, тоненькая иголочка. Сколько сантиметров? Длина 90 сантиметров, но... 90 миллиметров. Миллиметров, да. 9 сантиметров. 9 сантиметров, но она тоненькая, 24 гейджи. Вот иголочка уже стоит. Вот стоят три иглы. И грязь на берегу. На всех крючках. Больновато, да? Она чувствует его облегченность. Первое все в том, что если я буду обезболивать ей кожу, то она будет чувствовать дискомфорт от местной анестезии. И мы ее, скажем так, вызовем болевающие дважды. Сначала, когда обезболиваем, а потом, когда иголка идет... На скольких уровнях вы будете сходить? Четыре уровня. На четыре уровня стоят. Четыре иглы. Вот это раз, два, три, четыре. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Терпи, мамульчика. Теперь иголки ставятся с другой стороны. Все, Галина Александровна, последняя иголочка. С другой стороны тоже четыре. Раз, два, три, четыре. Терпи, мамульчика. Все, мамуль, прошли боли или пока даже понять не могу? Галина Александровна, вот сейчас легче спине? Конечно. По сравнению с тем, что если бы я это делал доуку... Да-да-да, легче намного. Мне даже не надо поднимать, для того, чтобы это понять. Пацаны, как? Нормально? Хорошо. Хорошо. И все. Хорошо. Сколько уже тебе раз помогал Марк Яковлевич? Сколько уже раз тебе помогал Марк Яковлевич? Ой, мне кажется, минимум пять раз. Слава Богу, что он есть. Да, это я только и Бога молю, что есть Марк Яковлевич. Фула, ну. Спасибо. 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 Спасибо.